Xbox Series S самая маленькая консоль этого поколения, анонс которой в 2020 году вызвал невероятное бурление. Начиная с того, что она будет тянуть игровую индустрию на дно, хотя на фоне донатных 4A игр за фулл прайс, наверное сейчас это звучит уже даже смешно, до небывалого восторга, так как это самая дешёвая консоль, позволяющая играть в актуальные игры. И вот как она себя чувствует в 2024 году и предлагаю сегодня обсудить. Поговорить вообще есть повод не только потому, что прошло уже целых 3 года с момента выхода нынешнего поколения, но и на фоне слухов вокруг компании Microsoft, которая вроде как собирается сворачивать производство коробки и станет просто издателем. Спойлер, на фоне всех этих слухов Microsoft провела спецконференцию, где ответила на все вопросы, но от этого будет даже интереснее. В общем, предлагаю всё обсудить, посмотреть то, как себя чувствует самая слабая консоль 9-го поколения, какие планы у Microsoft на игровое подразделение и ответим на, пожалуй, главный вопрос, стоит ли покупать Xbox Series S в 2024 году. Приятного просмотра! Но, как вы наверняка уже сами знаете, сейчас покупать игры в России напрямую невозможно. При том, как для консолей, будь то Xbox или PlayStation, так и на ПК в Стиме, и даже на смартфонах нельзя покупать валюту в играх. Хорошо, что есть телеграм-канал GeekStore, которые помогают с решением всех этих проблем. В телеграм-канале вы можете приобрести любые игры на все платформы, включая пополнение баланса с продлением подписок, что невероятно удобно, ведь всё это в одном месте. О безопасности также беспокоиться не стоит, ибо работают ребята с 2016 года, и им уже доверяют многие геймеры, в чём вы можете убедиться в беседе с отзывами реальных покупателей. Поэтому ссылку для вашего удобства оставлю в описании. Переходите и покупайте игры с подписками выгодно и безопасно на любую платформу. Начать хочется с того, что прошло уже целых три года, а консоль до сих пор не загнулась, как того хотели хейтеры. Она до сих пор работает, на неё выходят все актуальные новинки, был затык только с Baldur's Gate 3, настолько, что Microsoft пришлось посылать в штат лорианов своих сотрудников. Но и даже у них ничего не получилось из-за сплит-скрин режима, то есть локального кооператива с разделённым экраном. Быть может, тогда просто прожорливость игры увеличивается, так как нужно сразу два экрана отрисовывать на больших локациях, может ещё что-то. Я не разработчик, тут не разбираюсь, но согласитесь, проблема не самая распространённая. Немногие игры вообще поддерживают локальный кооператив. И тем не менее третья балда всё равно вышла на Xbox, хотя и немного урезанная без этого режима. Но консоль обычно её режим игры спокойно тянет. А так в остальном никаких проблем особо и не было. Все игры спокойно играются, новинки выходят. Но сразу, наверное, стоит сказать, разница со старшей консолью Series X, конечно же, есть. И это отнюдь не только разрешение, как заявляла Microsoft, мол, Series S для Full HD, а Series X для 4K. Конечно, это тоже, но самым главным отличием лично для меня стало различие в графике. На Series S она более мыльная, с меньшей дальностью прорисовки и отсутствием выбора настроек в некоторых играх. Например, если на Series X есть вариант производительности в 60 и более кадров с мыльной графикой и 30 FPS, но с топовой картинкой, то здесь только первый вариант, но при этом всё равно в 30 кадров. Однако проблема эта не критичная. Я вообще считаю невероятной глупостью предъявлять что-то консоли, которая стоит как прошлое поколение на вторичке. Если что, её можно найти за 20-25 тысяч рублей, а так на секундочку стоит PS4. Консоль прошлого поколения, на которую актуальные игры уже почти не выходят. А здесь мы получаем всю библиотеку, пускай без топовой графики, но с возможностью играть во всё, что захотим. Притом, это сейчас не фигура речи, играть можно реально просто во всё. От новинок, которые выходят регулярно, до старых игр по обратной совместимости, которые, в отличие от PlayStation, достигают аж седьмого поколения консолей. А это, на секундочку, Xbox 360, на который вышло множество топовых игр. На мой взгляд, гораздо лучше, чем выходит сейчас. Например, если взять того же Ассасина, раньше он делал упор не на масштабность миров или гриндовую составляющую, чтобы в платную одиночную игру засунуть донат, что уже звучит как бред, а на историю, наполненность мира, лор Ассасинов, которые фанаты ковыряли в записках и так далее. Притом, Ассасин это далеко ещё не самый плохой пример тех игр, которые выходят сейчас. Новые части хотя бы погружают в древние сеттинги, давая новый игровой опыт. Но вот нацелены они скорее не на удовольствие от игр, а на коммерческую выгоду, так как и делают игры сейчас не игроки, а менеджеры, но что-то я отвлёкся. Библиотека позволяет просто-напросто залипать днями напролёт. Конечно, старые игры выглядят хуже новых, но и здесь майки предлагают уникальную фишку, а именно автоматическое улучшение старых игр. Во-первых, если включить буст FPS, в некоторых играх это поднимает частоту кадров. Auto HDR делает более приятные цвета и картинку в целом. А сама консоль постарается сгладить неровности и повысить чёткость текстур, и я не знаю, как им это удалось, но разница действительно поражает. Я недавно доставал старенькую Xbox One для обзора, кстати, тоже можете посмотреть. Так вот, на новом поколении графика на порядок лучше, и это даже в тех играх, которые не получили обновления под нынешнее поколение, а ведь есть и такие. В некоторых старых играх можно наблюдать значок «Оптимизировано для Xbox Series», что означает, разработчики сами руками улучшили эту игру, притом бесплатно, в отличие от некоторых обновлений старых игр от Sony, которые платные. В общем, про игры я могу разговаривать долго, так как сам геймер, и мне это нравится. Но определённой киллер-фичей коробки является Game Pass. Подписка, включающая в себя сотни крутых игр. Конечно, на вкус и цвет фломастеры разные, но здесь есть все возможные жанры, и Microsoft старается расширять своё детище, как покупая игровые студии, например, недавно закрытую историческую сделку по покупке Activision, с которой в руки Microsoft попала не только колда, но и много других игр. Все они, судя по соглашению сторон, будут выходить и на PlayStation некоторое время, но у нас на боксе они зато будут бесплатно в подписке. Плюс компания скупает сторонние игры других компаний для своей подписки. Если в прошлом поколении действительно игр было немного, то сейчас здесь что-то интересное найдёт себе каждый. Плюс подписка – это такая удобная штука, которая позволяет сыграть даже в те игры, на которые в обычном случае ты бы не обратил даже внимания. Но самое, как по мне, главное даже не это, а то, что купив один раз консоль, вы можете быть уверены, что она будет запускать все игры до конца поколения, а это ещё минимум 3-4 года, без необходимости менять на новую или апгрейдить железо, как на ПК. То есть консоль – это идеальное устройство для бюджетного гейминга, и даже более того среднестатистического игрока, который не рассматривает пиксели с лупой у телевизора или не гоняется за количеством фэписов, а просто хочет после работы или учёбы играть в крутые игры, развалившись на диване или в кресле перед монитором. И эта малютка даёт такую возможность. Разница с Series X только в размере, цене, ну и конечно графике. Но опять же не сказать, что на белой консольке она прямо очень ужасная. Поэтому моё мнение, если вы просто хотите играть, не заморачиваясь, что через пару лет придётся менять железо, геморройсы с установкой драйверов, настройкой игр под вашу систему и всем прочим, а просто хотите запустить игру и наслаждаться геймплеем, это идеальный вариант, где за в среднем 25 тысяч вы получаете огромную библиотеку игр всех современных релизов, игр с прошлых поколений и геймпасс, чтобы не покупать каждую игру по отдельности. Но как-то всё слишком получается позитивно, поэтому предлагаю немного поговорить и о минусах. Во-первых, это, конечно же, память. Здесь установлено полтерабайта, из которых где-то 100 с лишним занимает система, так что нам для установки игр остаётся около 350 гигов, что очень мало, учитывая, что некоторые современные игры переваривают за сотню. Решений у этой проблемы несколько. Первое – это карта памяти, которая стоит как сама консоль или около того, что не очень выгодно. Второе – заменить внутренний накопитель на большего объёма. Можно заморочиться самостоятельно, разобрав консоль, а можно обратиться в сервис. Ну и третий вариант – это купить вторую версию Series S в чёрном цвете, у неё уже памяти целый терабайт. Конечно, у нас из-за перекупов она стоит дороже, но если учитывать замену диска обычной версии или покупку карты расширения памяти, это всё ещё выгодно. Вторая проблема актуальна для любой модели, даже Series X. Это ошибка подключения к серверам Xbox на консолях, выпущенных после февраля 2022 года. Благо, эта проблема сейчас тоже решается, или установкой DNS на роутер, или сменой DNS на самой консоли. В общем, каждому помогают разные варианты. Подробные инструкции и способы, как это всё можно обойти, можно найти в интернете. Если вначале с DNS повышался пинг или снижалась скорость интернета, то сейчас с этим проблем почти не возникает. Третье, о чём не знают новички, это платный онлайн. То есть, если на ПК ты просто покупаешь игру, скачиваешь и играешь, то здесь ещё и придётся платить за онлайн. Раньше для этого нужна была подписка Live Gold, сейчас же её переименовали в Game Pass Core, насыпав немного игр и другого по мелочи. Но главное, без неё в онлайне не поиграть. Но и здесь есть нюанс. Для бесплатных игр по типу Apex, Fortnite, Warzone и прочих эта подписка не нужна. То есть, в бесплатных играх и в мультиплеере можно играть бесплатно. А вот, скажем, в какие-то Call of Duty, Battlefield, PUBG и другие платные игры уже нужна подписка. То же самое работает и на PlayStation, то есть Xbox в этом плане не уникально, просто не все новички знают об этом. Ну и ещё как вариант, это ограниченность самой консоли. То есть, покупая эту коробку, нужно понимать, что ПК она не заменит. К ней, конечно, можно подключить и клавиатуру с мышкой, но работать они будут только в некоторых играх. Плюс никакого пиратства, игры зачастую стоят дороже ПК, но это уже такие общие недостатки консолей. В остальном, больше нюансов за 3 года эксплуатации я не нашёл. Она работает тихо, прям даже чересчур, запускает все современные игры. Через Аргентину даже ключами можно покупать игры дешевле, и главное, сама консоль стоит относительно немного. Поэтому это идеальное решение для бюджетного гейминга, но в ногу со временем. Главная мысль, которую я пытаюсь донести в этом видео, это то, что вы получаете тот же функционал, что и у более старших консолей, но за меньшую цену, если, конечно, готовы мириться с озвученными ранее нюансами. Разница, конечно, в графике заметная, но на это точно не стоит жаловаться за такую-то стоимость. Многие, кстати, ещё хейтят Xbox за отсутствие новизны, то есть переход от старого к новому поколению ощущается, как замена комплектующих на ПК, в то время как Sony выкатила и новый стиль операционной системы, и, конечно же, поразила всех своим новым геймпадом. Но тут ходят слухи, что майки тоже готовят свою ответочку дуалсенсу, сделав свой геймпад с теми же фишками. Будет ли это на самом деле, узнаем только со временем, ведь по другим слухам, Microsoft и вовсе собирается свернуть игровое подразделение, став издателем игр. И на этом моменте мне пришлось перезаписывать данную часть, ведь пока видео рендерилось, Microsoft вышла с пресс-конференции и разъяснила большинство слухов. Так что эта часть просто идёт в утиль, но зато предлагаю обсудить, что там такого интересного майки рассказали. Во-первых, учитывая их спешку и незапланированный выход в онлайн с ответами, им явно не поплевать на фанатов. А беря во внимание обтекаемость формулировок, можно предположить, что что-то надвигается, но они явно не хотят злить фанатов. Пока из конференции стало известно, что, конечно же, никто на Xbox забивать не собирается. Более того, готовится даже к выходу новая консоль, но об этом уже и так было известно из утечки ранее. Самый главный нюанс, что майки действительно попытаются выпустить пару игр на PlayStation, но это будут не какие-то хиты, а что-то из разряда инди. И если они нормально продадутся, то тогда, вероятно, стоит ожидать выхода остальных игр, но с задержкой примерно в полгода-год после релиза на Xbox, как это делает Sony с релизами на ПК. И удивляться этому, конечно же, не приходится, майки вкладывают огромные суммы в покупки студий и разработку игр, а Xbox до сих пор далеко не самая популярная консоль, и затраты хотя бы как-то на нужно отбивать. Мне на самом деле даже всё равно, будут ли выходить игры на плойку, главное, чтобы их качество не страдало, и на выходе мы получали годный продукт, а то с некоторыми экзами бокса в последнее время наблюдаются проблемы. Но в целом тут проблемы у всей индустрии, и наблюдается некий кризис. Так что Xbox Series S, как по мне, это лучшая консоль девятого поколения. Да, у неё много нюансов, но учитывая стоимость, большинству думаю на это и так всё равно. Какая разница, какая там графика или сколько FPS, если за относительно конкурентов в небольшую сумму, ты можешь играть во все те же игры, получая доступ к библиотеке Геймпасса. И главное, заплатив один раз 25 тысяч рублей, можешь быть уверен, что через пару лет не придётся обновлять консоль, как железо на ПК, чтобы сыграть в очередную новинку. Ведь видно, как Microsoft старается сдержать обещание, что эта консоль доживёт до конца поколения, даже помогая разработчикам оптимизировать игры под свою консоль. Да и к тому же я ещё не слышал людей, которые бы были недовольны этой малюткой, ведь за свою цену она просто идеальна. Конечно же, своё мнение пишите в комментариях, обсудим, а на сегодня это всё. Спасибо, что досмотрели до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки в поддержку видео и до встречи когда-нибудь завтра на этом же канале.